Ну что, доброе утро, девчонки? Дождик идет? Печалька. Что ты носил с мальчиком? Я, Аню, нравится мальчиком. Нравятся мальчиками? Да. Мой любимый. У Саши все песни наизу. У нас как всегда на завтрак каша с ягодами. Ну не как всегда. Вчера были сыренькие, допустим. А сегодня кашка. Так что сейчас позавтракаем. И не знаю, что будем делать. Как-то паста будет достаточно. Более, я в телефоне. Ах, это день чудесный. Так что беру вас сегодня с собой. Я думаю, что этот влог еще будет, может быть, завтра поснимаю еще что-нибудь. И все. И потом мы уже поедем домой. И будем с вами уже в городе тусить. Буду часто выкладывать видео. Потому что много куда надо заехать. И скоро у нас школа. И несмотря на то, что мы в школу, кстати, не идем, многие спрашивают, пойдет ли Носеночка в школу. Нет. В этом году она не пойдет. Я как-то даже не думала ее давать с шести лет. Мне кажется. Это рано. Мимо. И я ее решила. Мимо. Да, мимо. И я ее, конечно же, отдам. Мимо. И я ее, конечно же, отдам. Семи лет. Вот. Вот. Что там? Все съела? Вот. Молодец. А Настя? Вот. И я собираюсь с Вяческой Настей отдавать на подготовку. Вот. Еще не узнавала, если честно. Но будет она у меня обязательно ходить. И мы поедем в еще магазин. Купим всякое тоже канцелярии. Так что, в общем, грубо говоря, почти подготовка к школе у нас будет. Будет интересно. Я знаю, что это очень актуально. И многие сейчас подготавливаются к школе. И я поеду в один магазин. В общем, поснимаю для вас коллекцию школьную. Меня пригласили. В общем, так что поедем с вами на разведку. Что же у нас такое интересно продается? Море волнуется, раз, море волнуется, два, море волнуется, три, морская фигура, замри, море волнуется, раз, море волнуется, два, море волнуется, три, морская фигура, замри, 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 море волну Поехали! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас у нас сколько? 10 часов вечера, по-моему. Держи, Настя, велик сама, кати потихонечку. Мы выехали на вечернюю прогулку. Настя, она решила покататься, научиться покататься на велике еще раз. В общем, тут очень плохая кривая дорога. Мы пойдем вон туда, там хорошая, ровная. И мы не одни. У нас есть друзья по имени Мама, Катя и Микки. Вон они там идут. Для вас ровно, а для Насти нет. Да, Настя? Так что вот такая у нас будет вечерняя прогулка. Оделись потеплее, чтобы комары не загрызли. Мы попшикались, правда, но все равно. О, у Насти фонарик. Зажгла. Рано еще. Не так темно. Вот здесь, видите? Такая тишина. Тут так классно. Девчонки, вы даже не представляете, насколько тут круто. Тут очень спокойно, тихо. Видите, тут есть и такие дома подороже. Есть дома подешевле, так скажем. Вот. Честно сказать, были в деньги. Будут у меня миллионов пять. Я бы купила и по себе дачу. На самом деле, некоторые подписчики, видимо, очень молодые. Очень часто, кстати, пишут мне, знаете, Марин, а зачем вы сняли дачу? Купили бы ее и все. Я просто, знаете, возмущаюсь. Так как нынче купить в Ленобласти дачу, это такие копейки стоят. А я дурочка снимаю. Я не догадалась купить дачу. На самом деле, у нас нет денег. Мы самая обычная семья. На данный момент у нас нет возможности купить дачу. Потому что только земля где-то миллион может стоить. Даже в этой деревне. В общем, я примерно цены смотрела. Но за два миллиона можно купить, знаете, землю. И какой-нибудь такой домик. А-ля бабушки, знаете. В общем-то, даже и на землю денег нет. Так что пока без вариантов. Пока мы будем снимать. И самое интересное, что Ваня у меня против дачи. Мы с ним в этом плане расходимся. И не ругаемся. Но в общем, мы друг друга не понимаем. То есть я за то, чтобы вкладывать в будущем деньги землю, дачу купить. Потому что дети вот так вот на лето отдыхать. Лет – это круто. Первые друзья, первая любовь, первые воспоминания. Ну, вообще, летние каникулы. Море – это море, да. А все лето проводить в городе – это не камельфок. Деревня нужна. Дети должны жить в деревне летом. Пить свежее молоко. Кушать, не знаю, свежую молочку. И вообще дышать свежим воздухом. И Ваня, как бы, считает, что это очень затратно. Что это очень проблематично. Что в дачу надо постоянно вкладывать. Постоянно, короче, трата денег. И так далее. В общем, я это, конечно, все понимаю. Но я считаю, что если купить сразу, ну, вложить там, допустим, в землю и в дом, ну, сразу там, в общем, 4 миллиона, да, то и вкладывать потом не надо так, будет много, да. Ну, покосил траву, там, не знаю, посадил что-то. Ну, в общем, я считаю, что... А что еще делать? А почему бы и не заниматься на даче каким-то тоже хозяйством? Ну, почему нет? Что, в городе торчать, что ли? И, в общем, у нас мнения разошлись. Мы, не знаю, если бы у меня было сейчас, не знаю, 5 миллионов, я бы купила бы и не спрашивала его, если честно. Потому что я хочу, мне нравится. Напишите, кстати, у кого есть дача. Стоит ли покупать. Хотя, если даже напишите, не стоит, я все равно хочу дачу. Все равно, это мое мнение. Я хочу дачу. Хочу даже не какую-то, знаете, коттедж, там, виллу. А хочу даже вот такую дачу, понимаете? Вот такую. Такой домик, понимаете? Домик в деревне хочу. И все. Хочу и все. Все. В общем, мы дошли с вами. О, кто тут такой катается? Пока я тут болтаю и не вижу. Тут Катюшка решила покататься. А Попе не больно? Вот, Настен. Смотри, какая прямая дорога. Вот тут прямая дорога. Вот сюда мы и шли. Так что мы сейчас будем учить Настю кататься на велике. Смотри, на деревяннике. Давай, Настю. Давай. Я уже? Давай. Садись, я тебе подержу. Настен, а ты же умела ездить. Уже разучилась, что ли? Дети так все быстро забывают. Катюшечка. Аккуратно, Мик, я не успеваю за вами. Катюшечка, и ты куда бежишь? Я не успеваю за вами. Детки, конфетки. Детки. Катя. Слушайте. Смешная. Катюш, смотри на ямы на дороге. Смотрите. Ой, как у Кати классно горят ботиночки. Катя. Слушайте. Знаете, детям такое раздолье здесь. Дети целыми днями бегут на улице. Это просто, не знаю, моя мечта иметь загородный дом. Ну, или домик. Вот. Я даже, знаете, хотела купить на материнский капитал землю. Но, не знаю, можно ли сейчас это сделать. Кстати, мамочки, напишите. Я вот что-то как-то читала, но забыла. Реально ли нам материнский капитал приобрести участок. Вот. Если бы можно было, я бы купила. Вот примерно так. Вот примерно так я сегодня ехала. Представляете? Только мне Ванька сиденье поднял, и все люди просто надо мной ржали. Просто ржали. А еще на мне был детский рюкзак оранжевый. Вот этот велик. Ну, просто сиденье было чуть-чуть поднято. Представляешь, мама, я в таком состоянии ехала, блин. Это ребенок. Так ты вообще доехала. Это ребенок. Не, на самом деле, если сиденье поднять, легче намного. То есть колени не упираются в руль. У меня сейчас вообще... Так, быстрее дождь идет. Катюша, беги быстрее. Кажется, сейчас ливень начинается. Слышите? Слышите? Этот летний дождь. Летний дождь. Летний дождь. Мы добежали до дому и, кажется, прошел дождик. Вот такой вот мы сделали круг вообще. Посмотрите, посмотрим, что у нас папа делает. А, он не ждал, что мы пришли. Смотрите, он весь в шариках сидит. Катюша, пойдем махать ему ручкой. А, у нас идет окошко. А мы с той стороны обошли. Вот так вот мы обошли. И вот мы насобирали. Вот наш вечерний улов. Ники очень много. Да, Катюшка? А Катя у нас только делает, что кушает. Довольная, очень любит ягодки. Черники очень много. А вот земляники мало. Прямо, знаете, на весь золото. Смотрите, сколько мы насобирали. За час. Вообще. Мы в кашу добавляем и просто кушаем. Вот, они мокрые все, потому что дождь прошел. Я. И Катя у нас уже умеет искать. Да, это даже не в лесу, это просто вот в кустиках у нас тут. Ага. Хватит кушать. Натюн, расскажи, нравится тебе собирать? Угу. Не страшно пауков всяких, зверей? Нет. Такая вот вкустяшка. Так что на этом я видео свое закончу. Спасибо за внимание. Как всегда, жду комментарии. Пока-пока. Никто не говорит пока. Сейчас вам обезьяна скажет пока. Пока. Катюша, ты пока скажешь? Пока. Да, это ты у меня вешаешь, да? Видите, какая она у меня? Не просто бросает, а вешает на крючочек. Ты умничка у меня. Ну просто... Она у меня такая частюля. Она все убирает за собой. Сама вытирает ручки, все время моет. Ну прям вообще. Кого она такая? Точно не у меня. Точно не у меня.